Хрупкая девушка из Белгородского Бюи, курсантка Алина уверенно держит в руках пистолет, готовится к стартам, теперь уже моральным. До сегодняшних соревнований почти не выпускала из рук оружия в Тире два с половиной года. В итоге настреляла на мастера спорта, а это не так уж и просто. На мастера спорта нужно точно попасть, отправить пулю в десятку. Чем больше это сделали, больше очков. У представителя якутского спецназа опыт куда больше, 14 лет, но уверен, без разминки дело не пойдет. Руки не должны дрожать даже на подготовительном рубеже. Холостая стрельба, она как бы первоначальная разминка для пальца, для фиксации кисти, ну и для глаз тоже разминка, ну более фокус чтобы был. Спецназовцы, следователи, полицейские, курсанты. Всего 42 команды с запада и востока страны. Профессионалы своего дела и только начинающие. Стрельба скоростная, дуэльная, с разных положений рук, с колена, стрельба с движением. В составах команд преимущественно сильный пол, но согласно результатам первого дня соревнований, девчонки не отстают. Я вот слышала, когда ты стреляла, говорили 10, 10, 10, прям несколько раз в десятку попало. Довольна своей стрельба? Я еще не знаю, что там. Ты когда стреляешь, кого ты представляешь? Нет, я только мушку вижу. Ну, взгляд в район, на мушку. Нет, это же спорт, какой противник. В людей стрелять не приходилось, констатирует сотрудник спецназа из Кемерово. Но без отличного владения оружием в их профессии делать нечего. От этого зависит жизнь, прежде всего здоровье, а также успех операции, выполнение. Чем человек лучше владеет оружием, тем он быстрее и, собственно, ориентируется в сложившейся ситуации. Потому что мы готовимся всегда на уничтожение. Слава Богу, что не приходится пока этого делать. Впереди еще 4 дня борьбы. Победителей призеров ждут не только новые спортивные звания и медали, но и финансовое поощрение от 5 до 10% к зарплате или стипендии. Но, по словам самих участников, главное просто хорошо выступить и получить удовольствие от процесса. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.